Всем привет! Приехали на заказ устанавливать раковину над стиральной машинкой и сейчас вам все покажем. Покажем? Покажем. На Спасский Валюар дом 1. Хозяева оставили ключи и доверяют нам, слава богу. Сейчас поднимаемся, посмотрим что там будет на месте. Все обсудим, выпьем, посидим. Это типа камера в лифте установлена, мы так едем на заказ. Блин, не в носу не поковыряться, ничего, да? Камера везде. Да, а то какой-нибудь задрот сидит, смотрит на каждый день. Надеюсь, там никого нет. А то сейчас хозяин в труселях нам выбежит. Так, здравствуйте. Здесь никого. Удачный щиток установлен. Надо свет включить, придется туда на ощупь лезть. Угадаешь, где фаза? Сейчас, подожди. Что-то как-то там. Опа. Пока все хорошо. Так, автоматы вроде все поднял. Есть. Все. Да ты электрик. Заходим, смотрим, что у нас. Включаем свет. Раковина целая. Все, хозяева все приобрели. Это уже третья раковина. Две раковины были разбиты с озона. Я там сейчас, если получится, ставлю фотографию. Приехали на заказ, а здесь такая ситуация тоже. Доставили человеку раковину. Она получается вот с такой трещиной. Шевелится. К сожалению, работа на сегодня не получится. До следующего раза тогда едем дальше. Ну что, опять пришла. Вот разбитая. Все, не забираем, я оставлю. Что-то никак не везет. Значит, все. Ну, все, это раковина целенькая. Еще здесь один нюанс проверяем. Бывает такое, что вот эти болты, нет под них резьбы. Я вам вижу резьбу, но она, походу, резьба пластиковая, да? Даже не металлическая. Ну, хотя бы она есть. Хотя бы она есть. Раковина, так, кстати, тяжеленькая. Значит, есть у нас стиральная машинка, есть у нас виситель и есть у нас зеркало. Вот оно зеркало. Ну, зеркало это в конце будем вешать. Есть санузел. Ну, стандартная, в принципе, ситуация. Хозяева попросили на свое усмотрение разместить влево-вправо. Ну, я думаю, мы оптимально сантиметров 10 от вана отступим. Установим эту раковину, установим стиральную машинку и подвесим зеркало. Ну, и посмотрим, что из этого выйдет. Начинаем. Так, еще клиент пожаловался, что есть какой-то запах, но мы сказали, все проверим. Ну, в принципе, здесь по гофре на унитазе вопросов нет. По сливу, переливу, по обвязке на ванной тоже, в принципе, все. Ну, сифончик, конечно, можно было поставить другого качества. Ну, хотя бы, а не пласт. Ну, по крайней мере, он герметичен. А вот, что касается подключения сифона на раковине, да, здесь, как бы, вот отсюда, в принципе, запах идет. Поэтому сейчас, после проведения наших работ, проблема будет устранена. Начинаем демонтаж. Воду перекрыли, сбрасываем давление, понеслась. В принципе, ломать не строить, это каждый сможет сделать. Освободились, шланги скручиваем. Быстрый демонтаж сифона. Что, он еще и к ноге при силиконе, да? Да. Блин, силикона не пожалели. Вот, кстати, здесь нужно будет порекомендовать наш фирменный парапетик сюда сделать. Ничего, если на сколько они туда засунули? Ну, вот так вот, грязно. Нормально, слушай. Никакого ни манжета, ничего нету. Поэтому и запах идет. Длины шлангов, возможно, не хватит. Но это мы поймем уже, когда раковина будет висеть. Получается один выход чуть выше, чуть ниже. Плюс еще на холодной воде будет стоять проходной кран. Он увеличится. Поэтому, наверное, скорее всего один нужно будет шланг закупить для смесителя. Так, уборочка у нас тут. Все, и поедем съездим в магазин, купим. Значит, нам нужно будет проходной кран, нужен будет новый сифон. Возможно, удлинить шланг нужно будет. Ну и нужно будет еще тройник для канализации 50-й косой и манжет 50 на 25. Так, подготовка стиральной машины. Снимаем транспортировочные болты. Кстати, многие забывают снять их. Бывает звонят, Александр, вот мы решили сами уставить стиральную машинку. Приедьте, выставьте ее по уровню, а то она у нас прыгает по всей ванне. А я у них спрашиваю, а вы болты сняли, говорит, сзади транспортировочные? Они говорят, а что это такое? А все же болты. Приезжаю, а там уже, короче, беда. Помнишь, как там вы приехали, а там ножки даже были, ножки были выработаны. Резина. На новой машинке бошевской. Можно испортить. Да, от тряски выработались ножки резиновые вот эти. И все, там только или под замену, или, короче, жесть. Все, и ставим заглушки. Ну, в принципе, мастерам это объяснять необязательно, а вот те, кто решит сделать это сам, то не забываем про этот момент, он очень важен. Так, ну, в принципе, что, стиралка у нас готова. Осталось ее только занести. Одна ножка туда упала, транспортировочно. Давай, подержи. Чтобы ее найти, чтобы не шумело. Вот она. Ага, все. Так, ну что, заносим? Камеру пока отключаю, потому что я одной рукой не смогу тебе помогать. Или ты сам занесешь? Ну, уже вдвоем. Ну, все, давай. Не, стой. Так, ну, сколько мы ее? Здесь так хватит, я думаю. Чтобы, если что, можно было экран вытащить, поставить обратно, да? Ну, да. Я думаю, 10 сантиметров. Близко к унитазу тоже, как бы, нет смысла. Все, я думаю, вот это, как бы, место оптимальное. Сейчас мы тогда... Ну, и чтобы она не дотрагивалась, здесь вдруг какая-то вибрация будет, шланг не перетерся. Так, мы сейчас тогда к раковине прикручиваем, тогда пошли. Прикручиваем ее к крепежи и подставляем уже, ориентируясь по стиральной машинке, на какой высоте мы будем делать крепление к стене. Ну, и поставим отметки на стене. Чтобы относительно ровно прикрутить крепеж к раковине, вот мы ее вставим на ровную поверхность, подразумевая то, что вот так она будет прижиматься к стене. Берем наши крепежи. Так, у нас тут получается несколько комплектов, да. Так, получается у нас... Вот. Вот все, в таком положении нам нужно их закрепить. Тогда у нас вот эта плоскость получается так, которая нам нужна. Резьба пластиковая, желательно, конечно, если тянуть, то без фанатизма. Бывает раковины с металлической резьбой. Мне, конечно, металлическая больше нравится. Ну, в принципе, пластиковая будет, отлично. Главное не перетянуть. Так, второй фарш. Так, что у нас получается? Значит, нам нужно ее приблизительно закрепить где-то так. Можно что-то подложить между раковиной и... Вот она у нас стоит отложиться, да? Угу. Чтобы в руках ее не держать, нужно что-то придумать, что подложить вот сюда. Да, но приблизительно, что такое расстояние было между стиральной машинкой и раковиной. На тот случай, если вдруг захотят поставить ножки под стиральную машинку, ну мало ли, все равно зазорчик такой нужно оставить. Пойдем. Думаем, что подложить. О, пошел мне. Смотри. Есть в покатных деревьях. О, как раз смотри, толщина четкая. Давай подложим ее. Ага, ее подлиннее, видишь? Так, хватает. Так, ну-ка, подожди-ка. Вернем вот. И вывесну. Где-то та кориентира вообще. Как ты получишь? Вот она у нас, а кориентир. Так, приблизительно. Достаточно же такой высоты. Отличный зазор, я думаю, да. Единственное, в том месте там плотноватенько получается. Да? Ага, плотноватенько. Ну, если мы будем от того места отталкиваться, тогда здесь вообще будет толщина в два пальца, но нам этого, в принципе, не нужно. Я думаю, в принципе, вот так вот оставлять. Ставить сейчас уровень. И отмечать на стене, делать отметки. Все, выбрали нужное положение. Давай. Уровень есть. Есть. Отмечаем. Отметки у нас есть. Получается, там одно широкое, да, одно маленькое. Ну, можно сделать раковина тяжелое. Раковина тяжелое. Раковина тяжелое. Мы сделаем три. Раз, два и третий вниз. Смотри, будет самый верхний фишер, потом рыжая и рыжая. Сюда. Давай. Это будет надежно. Здесь пеноблок, поэтому, я думаю, можно даже туда подкачать жидкие гвозди немножко. Ну, хотя, ну, сделаем максимально крепко. Максимально используем все, что можно. Все, что в нашем вооружении есть. Так, машинку пока убрали в сторонку. Так, сейчас будем сверлить. Сверлим восьмеркой, используем депиля восьмеркой. В принципе, уже проверенный вариант. Все будет держаться, все будет четко. Что там, Миш, готов? Готов. Да, конечно, если бы были бетонные стены, вообще идеально. Это как люди ей звонят, говорят, приезжайте, карниз повесите. Единственное, у нас проблема, говорит. Потому что у нас бетонные стены. Я говорю, так это не проблема. Я говорю, ваше преимущество. Потому что у вас бетонные стены, ваши карнизы не отвалятся. Понятно. Отверстие подготовлено. Выдуваем оттуда пыль. Стены мягкие, это пена. Лучше, конечно, все-таки подстраховаться. И не просто дюбель туда, как бы, вставить. А еще, как бы, заполнить это место жидкими гвоздями, чтобы вообще без вариантов. Выдуваем пыль. Отлично. Так, используем жидкие гвозди. Вот такие вот. Ultima. Не знаю, раньше мы использовали, как они назывались? Титан. Да? Титан прозрачные такие. Но они, когда застывают, они все равно такие эластичные, как резина. Мягенькие такие, как твердый силикон. Вот эти застывают, прям в камень превращаются. Поэтому, как бы, нам они не понравились. Они сначала вроде жиденькие такие. Хорошо заходят, хорошо там заполняют все щели. А потом превращаются просто в камень. Вот туда много не нужно, потому что еще будет пробка. Будет выдавливать. Мы их используем, вот при монтаже карнизы делаем. Вообще идеально получается. Тут можно какую-нибудь салфетку. Опа. Ого. Что у нас есть? Вот еще салфетка. Так. Возможно, будут трудности с забиванием туда пробки. Но зато, когда мы это сделаем, результат будет только радовать. Так. Верхние мы решили использовать фишеры. Вот, я уже туда, видишь? Я вставляю, она выдавливает лишнее. Представляешь, насколько там все уплотняется, да? И потом мы еще туда забавим саморез. Вот это будет просто. Крепче египетской пирамиды. Снизу мы обычные пробки используем. В принципе, верхняя это как бы она основная пробка. Да, не чисто получается изначально. Есть вот этот минус то, что вот она выдавливается. Но это мы сейчас все убьем. В плитке, в принципе, все легко убирается. Это не на обоях. На обоях нужно все вокруг отклеивать скотчем. Погарно. Надо его не испачкать. Ну, ради хорошего результата, я думаю, стоит повозиться. Вот так вот. К тому же это не сложно. Опа. Все, чисто, ничего нет. Все, место готово к монтажу раковины. Пока жидкие газы не застыли. Кстати, застывают очень быстро. Выше. Выше. Вот так. Чуть правее. Стоп. Одну притяни и я уровень поставлю. Готово. Сейчас уровень. Вот так уровень. Вот так уровень. Готово. Можешь отыскать. Что там, люди, в гвозе выдавливали? Нет, но это не лезет. Представляешь, насколько там все внутри заполняется? Все, это будет супер вообще. Кто будет демонтировать, не особо рады будут, да? Так она у нас стоит. Стоп. Стоп. По уровню. Все, уровень четкий. Все, это не может не радовать. Дети в магазин. Берем материал необходимый. Все, нам нужен сифон, нужен тройник, нужен проходной кран. И давай приложим смеситель и поймем, нужен ли нам длина шлангов. Какая длина шлангов нам нужна? Хватит для родных. Мы как бы шланги обычно не наращиваем. Мы все-таки предпочитаем, чтобы шланги шли цельные. И избегаем лишних соединений. Иногда учитывать глубину еще далеко бывает захода. Да, бывает глубоко. Вот здесь еще более-менее. Сейчас просто фонар туда их опустим. Давай я здесь их придержу. Так, держу. Что получается? Все достает. Оба достают? Да, но здесь еще проходной будет. Натяжки не будет, там ничего. Все. Ну и все. И проходной экран. Все. Отлично. Отлично. Все. Значит шланги не нужны. Родные шланги. Достаточно по длине. Все. Едем за материалом. Можно зайдем куда перекусим? Да. Давай. Отлично. Сейчас все купим. Все необходимое. Подъезжаем. 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 Наш любимый магазин. Вообще мне нравится. Все есть. Вот приезжаешь и все есть. Вот просто вот. Ищешь по всему городу бывает. Какой? Самый маленький. Вот угловой в самом верху, да? Да. Аннипласт. Его берем. Но мы только Аннипласт стараемся брать. Качественное. Но качество у них отличное. Так. Нам еще нужен значит проходной экран. Так. Проходной экран. И значит. Тройник 50 косой. 50 косой. Манжет 50 на 25. И сифон сказал. 10.15. 10.15. Ну что. Все взяли. Все. Погнали. Вперед. Ну что. Все. Приехали. Так. Что там Миша? Накручиваешь? Да. Монтируем. Проходной экран монтируем. Так. Я пока пожалуй соберу сифон. Правда нужно и снимать еще и собирать сифон. Пожалуй я поснимаю. А ты поработай. Хорошо. Ты же любишь работать? Это я люблю. Это хорошо. Это не просто всегда. Не. Ну если бы он не начинает мотать с первого витка. Ну да. То в принципе как бы. слева руки неудобно почему-то. Клещ брал? Нет. Так. Держи. Саша сколько оборотов надо сделать? Оборотов. Десять тысяч в минуту. Минимум два да? Ну лучше три конечно в идеале. А там уже смотри по затяжке как идет. Что получается направление задал сюда да? У нас. Угу. Оно пересекаться не будет с другой сторонником? Будет. Но если я сюда поверну тогда будет очень сложно пользоваться краником. Если вдруг это надо. Заправляем манжет. Да. Штиральную машинку сделаем под верхнюю точку тройника. Чтобы как можно выше было. Ну вообще должно быть минимум 50-60 сантиметров от пола. Если же вход вот этой трубы тонкой вот в эту толстую ниже 50 сантиметров, то в случае если настанет момент гарантийного какого-то случая, приедет например мастер из гарантийного сервиса, он скажет то что ремонт будет платный, так как подключение было сделано неправильно. Или же за место вот если у вас не получается, например вы подключаете где-то под ванной, низкая точка поднять нереально, тогда есть как бы специальный клапан ставится. У меня там видео есть где-то как этот клапан выглядит. Обратный клапан для стиральной машинки. Если у вас слив канализации находится ниже уровня 50 сантиметров, то нужно обязательно ставить вот такой клапан. Так, ну что, в принципе нормально получается все. Давай быстренько сифон соберу. Собираем сифончик. Ну, чем вот мне нравится все-таки Aniplast, вот у них даже любую деталь возьми, у них все как бы вот такое, ни заусенцев никаких нет, ничего, все, от жидких гвоздей пальцы грязные, все вот они застыли теперь, два дня буду их отмывать. Так, ну все такое, ну вот есть, но это незначительное как бы. Просто есть другие, если сравнивать, там конечно жесть. Я думаю укорачивать нет смысла, да? Да, там не важно. У нас там пространства достаточно. Хотя, у нас гофр получается. Надо примерить все-таки. Надо померить все-таки. Так, 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 вот так оно где-то будет. Да, Миш, можно все-таки укоротить. Задрать его повыше. Сейчас вот эту трубку отпилим. Так, сифончик подготовлен. Так, давай снизу тогда, а я буду сверху отсюда. Направишь меня там? Ну, чуть-чуть левее к стене по диагонали. Назад. 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 Ну все, нормально. Сейчас я вот так тебе чуть помогу. Все, только без фронатизма, потому что резьба пластиковая. Ну, все у нас отлично, да? Все уклонно, нигде ничего не задрано. Я думаю, вода будет сливаться хорошо. Все. Будет хорошо уходить. Но все равно, на раковинах, у которых есть переливчик, они, конечно, лучше. За счет того, что воздух захватывает, они лучше сливаются. Здесь, конечно, немножко медленнее вода уходит. Но, в принципе, здесь само строение раковины не позволяет сделать перелив. Хотя, может быть, и можно было бы его где-то вот здесь вот вырезать. Да. Лишнего не было бы. Да, лишнего не было бы. Так. Ого. Смеситель у нас, да? Да. Накручиваем шланги. Так. У данных видов смесителей есть немного особенный подход к ним нужен. Немножко порядок сборки у них никак на других смесителях. Короче, поняли. Вот. Нужно сначала это все одеть на шланг, все вот эти приблуды. Только вот это можно вытащить и сделать ее сверху. Так. Сначала вам нужно все вот эти штучки одеть на шланги. Шланги продеть в отверстие. В это. Здесь одеть насадочку и потом накручивать уже к самому смесителю. Зовту пока ключи нету. Поэтому, я думаю, производитель подразумевал зазвучивание шланги просто от руки. Вот сколько дотягивается от руки. Вот настолько и дотягивается. Ну, этого достаточно. Так. Теперь нужно резьбу вот эту. Сюда подать ее. Держи. Здесь аккуратно. И чем-нибудь затянуть. И нужно что-то обязательно какую-то или тряпку. Вот у нас тут есть. Потому что, если взяться за резьбу вот так вот пальцами, можно порезаться на манибалуи. Так, вот можно что-то вот в эти отверстия вставить. Типа рычага. И как бы затянуть получше. Резинку почувствовали. И совсем немного еще подтянуть надо. До упора никто не тянет. Иначе резинку эту сорвают. Типа рычага. Рычага, Fran, Катя, Катя, Катя. Иначе резинку можно делать с этим. Рычага, și-то два цвета? Рычага. Рычага. Рычага, это ем. смеситель потянем можно какой-нибудь шестигранник взять поехали давай я держу все стоит жестко классный смеситель конечно можно его можно вверх прям можно в ванну прямо так направить и мыться прямо к нему класс мне нравится так что у нас осталось в принципе можно запускать воду опрессовывать шланги краник у нас пока перекрыт на стиральную машинку опрессовываем так давление воды нет учет холодной горячую слова уже чуть вообще давления нет можно что-то сделать но редуктором отрегулируем там что он под шестигранник тогда это у нас горячий на бок только футбол на форуме либо ну-ка его о-о-о все я думаю достаточно так это у нас холодно на 2 горячий прибавим напор прибавляется тоже думаю достаточно все так ну что в совокупности вообще напор шикарный ну что смотрим что у нас здесь ничего не подтекало водичка эта старенькая водичка дай миш можно посушить туалетной бумагой водичка дай миша все хорошо ну-ка закрой да все отлично здесь так здесь тоже все отлично сифон проверяем сифон тоже весь сухой все замечательно ну все осталось установить стиральную машинку подключите и соответственно навесить зеркало и в конце пройти просиликонить так давай машинку ставим так все подсоединяем машинку шланг немножко наоборот сделали но так как у нас расстояние здесь будет до стены вот такое поэтому мы той стороной которая изогнута подключили кранику посчитали так будет компактней а сюда вот таким образом но это в принципе большой роли нет это если плотно машинка к стене стоит то как бы лучше конечно угловым подключаться но в данном случае можно и так так ну что у нас здесь значит все стиралка стоит все пододвинули подключили тут еще сколько пространства у нас да смотри можно убираться да можно было бы даже немножко глубже ну стиральную машинку посадобойку опять так смеситель подключен мы все опрессовали значит проклейку сделали для силикона сейчас наша задача повесить сюда шкафчик так где шкаф там ой нет извиняюсь он тут он там вот он так что нам нужно по высоте давай лишь приложи примерно я представлю что но так как мы без хозяев работаем сказали на наше усмотрение нужно все это дело сделать так мне кажется это высоко смеситель да получается у нас смеситель у нас упирается получается сюда в него выше задирать потому что как то слишком да ну что думаешь что нормально ну обычно здесь обычно для умывальника тут из-за того что он такой вот получается чтобы вот он где-то в таком положении получается был хорошо вот его положение все вот его положение давай ну нормально сейчас заметку поставлю карандашик берем меточку ставим вот так оп убирай все от этой метки сейчас все высчитаем так рулетка иди сюда нам нужен центр 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 мы берем посмеситель стены замеряем получается вот 110 109 с половиной значит здесь у нас 109 с половиной вот четко шов так четко шов теперь нам нужно опуститься вот на вот эту пять сантиметров получается здесь пять сантиметров опускаемся опять сама вниз между ними расстояние 32 сантиметра это у нас 15-16 да 16 делим пополам получается 16 первые 16 сюда фиксы 2 берем десятки уровень еще раз проверяю по центрам у нас 32 размер меру я меряюсь иногда десяточки чтобы поточнее было значит 42 ну все сходится сверлим сверлим а что там слуха наверное в раствор попал слушай давай нам победить оправдаемся сверлом подлинную пробку да где она нам такой чтобы она сюда вошла и тяжело вода сходит надо было чтобы их выше прикрутить но это не мы прикручивали тоже было прикручено она попробуем можно отвертку вот эту убрать часть можно рассверлить вот это место просто чтобы брать деревяшку выковырить сейчас сделаем потом а ну чё свернуть чуть-чуть ну да могу сюда подойти отлично все вешаем дверь и герметизация а пока ставь паузу почему обе не делают интересного защелка кто знает вот одну всегда делают на защелке а вторую обязательно нужно крутить отверткой ты знаешь зачем на этом экономить потихоньку собираем инструмент сделать стиральную машинку же прессовался как он еще нечек линин писала вы там чего-нибудь постирайте себе говорит проверьте а то у меня как говорит с раковыми так я вначале говорил 3 раковина уже две было разбитые переживают боится что будет на так не стирали что ничего не будем мы будем надеяться что все будет хорошо по полочке дающему положить силикон какой бы белый я принес его поставлю объем какой посоветуешь лучше кентек или момент ты знаешь что-то момент силикон последнее время стал попадаться с кусочками вот мы всегда его использовали силиконе в ванной по периметру и он что-то пошел с какими-то кустки сгустки кентек как-то получше но мне чем нравится момент тем что он как-то гуще и когда слой толстый например когда ванна неплотно прилегает к стене где-то наложить побольше то есть него легче формировать шов кентек он хороший все но он немножко пожиже делаем мы это пальцем кто бы чё там не говорил кто бы что там не писал мы работаем пальцем палец кстати застрахован застрахован если вдруг что то получим денежную компенсацию и последний штрих отлично так и где нашу резюминка наша резюминка ну что в принципе все все закончено все подключено как говорится обмываю руки ну что все мишки не нравится все отлично тоже нравится все классно получилось но если вам нравится наше видео подписывайтесь на наш канал ставьте лайки ставьте дизлайки да побольше чтобы мы старались чтобы мы всем пока